Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте, Мухтар! Здравствуйте, зрители! Прошу прощения за технические небольшие задержки. Я впервые буду брать интервью в прямом эфире, и тем более впервые буду брать его Мухтара Аблязова, поэтому, конечно, я буду волноваться, прошу списать это всё на волнение, всякие мои огрехи. Мухтар, у меня к вам первое, что я хочу сделать, это поздравить, конечно, ДВК, поздравить с днём рождения и поздравить с той большой планкой, которую взяли вчера. То есть люди в чате набралось у нас более 100 тысяч за вечер, и я вас поздравляю, конечно. И вот у меня в связи с этим первый вопрос. Вот такой результат, какой-то неожиданный скачок, вчера произошёл, то есть очень долгое время чат стоял на одном месте и неожиданно поднялся. Для вас это был ожидаемый результат? Да, конечно, он для меня был ожидаемый. Я, честно говоря, правда думал, что это произойдёт сегодня, потому что позавчера в прямом эфире я обратился к нашим сторонникам с просьбой, чтобы мы чисто в центральном чате довели до 100 тысяч человек. Хотя, конечно, мы уже 100 тысяч человек достигли ещё в середине где-то приблизительно марта, ну, до 13 марта, там было 95-96 тысяч человек, и в день мы добавлялись по 6-9 тысяч человек, поэтому 100 тысяч планка уже была, на самом деле, набрана где-то ближе к середине марта. Просто 13 марта БЛАС принял решение и объявил, что ДВК экстремистское, и, собственно, это немножко, скажем, сбило тен. Поэтому я уже в марте понимал, что у нас уже, во всяком случае, открытые официальные точно уже есть 100 тысяч человек. И для меня, конечно, это была небольшая новость, скажем так. Но хотя вызывало большую радость. Почему? Потому что было важно то, что в условиях репрессии и преследований со стороны власти, тем не менее наши сторонники продемонстрировали, что они не боятся, что они готовы двигаться, поддерживать ДВК. Вот это для меня было большей радостью, а не просто численные 100 тысяч человек. Ну, я искренне разделяю вашу радость, конечно. И давайте вот очень ёмко, коротко подытожим тот год, который остался вот позади, то есть вот я имею в виду год деятельности ДВК. 20 апреля в прошлом году было заявлено о создании Демократического выбора Казахстана. Как вы оцениваете результаты этого года? Я считаю, что мы добились больших успехов. И, собственно, тот факт, что мы за 42 дня в чат набрали практически 100 тысяч человек, это просто подтверждает. Другой вопрос, что, наверное, многие наши критики или наши же сторонники хотели бы вот, чтобы всё вот немедленно поменялось, скажем, ДВК бросило клик, и всё вот через там короткое время всё поменялось. На самом деле это сложный, длинный политический процесс, и я считаю, что за год мы достигли больших успехов. Самое главное, что если год назад, когда мы озвучивали, что мы построим парламентскую республику, многие не понимали, что такое парламентская республика. Сейчас, когда кто-то за вопрос задаёт, что такое ДВК, сразу существует мгновенный ответ. Появляются сотни наших сторон, пишут, что такое ДВК. Затем, а почему вот у вас... А, будете ли вы президентом, у меня спрашивают. Я даже не успеваю отвечать, они пишут, нет, он не будет президентом, он планирует стать премьер-министром, должности президента не будет. То есть за год произошли колоссальные изменения в сознании людей, при том не у сотен или десятков, а у сотен тысяч. Вот это что важно. Поэтому я думаю, что год чем примечательнее, то, что произошла уломка сознания, изменение сознания. И в этом смысле это самый большой успех. Вот это изменение сознания, насколько я понимаю, пока касается, скажем так, узкой группы населения, которая присутствует в социальных сетях сегодня. Как вы планируете расширять своё влияние, влияние именно расширения сознания на остальные слои населения? И какие сроки вы на это отводите? Есть научные и классические изыскания. Это уже известный факт, что двигателями всех процессов обычно нации страны является в среднем не более 5% населения. Именно важно эту массу 5% получить, сделать их сторонниками, и они за собой тащат остальных. Именно они двигатели. Если говорить о Казахстане, у нас 18 миллионов человек, 5% – это где-то чуть более 900 тысяч человек. Поэтому эта цифра миллион человек, которую я всё время озвучиваю, она носит научный характер. Не просто вот я решил, что миллион человек, а потому что это уже научные исследования от 3,5 до 5%. Поэтому мы сейчас точно знаем, что только в центральном чате нас более 100 тысяч человек. Есть ещё другие наши сторонники, которых я вижу у себя среди подписчиков. Да, они, может быть, прямо не заявляются, что они члены ДВК, но они же не случайно являются моим подписчиками, как на Фейсбуке, Инстаграме и так далее. Но уверенно я говорю о том, что наши сторонники – это в чате более 100 тысяч человек. И наша задача – довести до миллиона. И задача поставлена следующая, что к концу года мы должны набрать эту численность в различных чатах региональных. Юг, Запад, Центр, Север. Мы разделили Казахстан условно на 5 частей. И мы планируем набрать такую массу. Я убеждён, что эта задача посильная. Если мы будем активны, мы сумеем этот миллион собрать. И тогда за этим миллионом стоят ещё миллионы, потому что каждый из этого миллиона имеет семью, имеет своих друзей. Вот, собственно, наша задача – собрать миллион. Вот, над чем мы сейчас работаем. Вот отсюда этот миллион и появляется, получается. Да. Я бы хотела ещё, вот раз уж вы сами коснулись этого вопроса, этой темы, у меня как раз есть на этот вопрос. Кого у вас больше? Учёного, политика или менеджера? Здесь вот, как я понимаю, что вы человек очень разносторонний. И вот все ваши, скажем так, интервью, и я периодически встречаю упоминания о науке. Расскажите вот об этой стороне, пожалуйста. Знаете, на самом деле, я думаю, это условный характер делить на доли какие-то, менеджера или человека науки, или ещё кого-либо, политика. Я рассматриваю страну как часть глобального мира. Казахстан – это является часть глобального мира. И мы, 18 миллионов, тоже являемся частью вот этого глобального мира. Поэтому, что такое страна? Страна – это наша экономика, которая для того, чтобы её построить, сильной, требуются правильные политические реформы, необходимые определённые образовательные уровни населения, определённые качества медицины, определённый научный потенциал. То есть это набор определённых качеств. И ты, как руководитель, если ты видишь себя руководителем, должен всё это целиком оценивать и должен понимать, кто поможет и кто помешает для того, чтобы реализовать эти цели. Поэтому в этом процессе есть всё. Ты должен быть учёным, ты должен быть менеджером, быть управленцем, и ты должен быть политиком, потому что, если ты хочешь донести какую-то цель, убедить нацию, ты должен быть политиком, найти те аргументы, которые позволят объединить людей и двинуть этот процесс вперёд. Поэтому этот набор всех качеств должен быть в человеке для реализации поставленных целей. Поэтому все качества должны присутствовать в определённой пропорции, в нужный момент они все обстреливают. Хорошо, я тогда перефразирую точнее. Здесь очень понятно, и я думаю, нам, казахстанцам, повезло, что вы обладаете именно вот таким большим набором качеств, таким, скажем так, не всем свойственно заниматься наукой, не все умеют быть успешными менеджерами. Хотя политиками каждый себя считает возможно, но особенно там, где политический олень. И тогда у меня к вам следующий вопрос. Видите ли вы в своей жизни, будете ли вы ещё заниматься наукой? Планы такие есть у вас? Если да, то чем именно? По какой именно науке вы скучаете, скажем так? Я, когда находился во французской тюрьме, ожидание решений по экстрадиции, на самом деле я занимался многими вещами. Я занимался шахматом, исследованием, написал книгу, где ещё требуется пару месяцев, чтобы завершить до, скажем, готовности. Я занимался в том числе наукой, я занимался экономикой, самыми разными вещами и спланировал на свою жизнь, ну, там, на пару десятков лет. Ну, то есть я так устроен, я всё время очень далеко стараюсь спланировать. И я для себя принял решение, что когда я уйду из политики, когда я сделаю свой вклад в развитие страны, я буду заниматься космической программой. Конкретно я продумал именно о городе Байконбуре, что мы туда инвестируем огромные средства. Пока я буду работать в правительстве, я сделаю из этого города сильный научный центр. И я даже спроектировал, как будет выглядеть город, какие силы со всего мира мне удастся туда притянуть. Я хочу заниматься космическим программой, чтобы сделать свой вклад именно в космическую отрасль с точки зрения именно мира, именно космической программы. Ну и второе, чтобы мы, как Казахстан, тоже сделали свой вклад именно в космическую программу развития цивилизации. Потому что сейчас вклад в ту или иную сферу именно так, чтобы это был, как звучал, как прорыв цивилизационный. Это делает Америка, это делают ведущие европейские страны мира. И моя задача построить именно такую крутую страну. А сам я собираюсь, так называемое, когда период уйти из политики, заниматься именно космическими программами. А вы этот период уйти из политики в какие сроки оцениваете? Когда вы сможете позволить себе заняться космическими программами? Вы знаете как? Ну вот как спорт, да? Если ты показываешь высокие достижения, то у тебя спрашивают, ты когда уйдёшь из спорта? Когда ты прекратишь показывать высокие достижения, когда ты понимаешь, что ты уже не тот, и есть люди сильнее. Тогда ты должен уйти, потому что ты всё равно уже не соответствуешь требованиям временной именно в отрасли, например, науки или спорта и так далее. В политике тоже такая ситуация наступает, когда ты видишь, что твои программы слабее, что ты хуже мыслишь, что ты, скажем, не можешь предложить лучше, чем другие. Есть смысл перейти туда, где ты можешь сделать свой вклад. Я это ощущаю, потому что я очень много в студенческие годы занимался, скажем, подземными ядерными взрывами. Получилось, что какими-то программами я занимался в сфере так называемой обороны инициативы, космические программы. И мне это очень интересно, это у меня внутри осталось, потому что я этим хочу заниматься. Понятно. А вот у меня такой вопрос, его, кстати, задают мои друзья. Ну, когда вы придёте к власти, станьте премьер-министром. Будем рассматривать положительный сценарий, да? И где, откуда гарантия, да, не гарантия, не люблю это слово, откуда вы знаете, что вам не захочется удержаться у власти, откуда вы знаете, что вы не заболеете там звёздной болезнью, пультом вардизма, и не захотите удержать эту власть? Вот от себя вечно, допустим, что вы можете сказать? Я, как человек науки и человек системный, всегда строил системы. Что это значит? Я сейчас говорю о том, что мы построим политическую систему. Не я приду вместо Назарбаева, а я хочу построить новую политическую систему, которая в мире уже работает, но в Казахстане её никогда не было, а именно парламентскую республику без должности президента. В этой ситуации я могу хотеть, это естественное состояние любого человека, я буду хотеть, и это нормально, удержать власть, пытаться, ну, остаться премьер-министром, чтобы реализовать свои программы, не то, чтобы обогатиться. Здесь сейчас не об этом. Если бы шла речь о деньгах, я бы никогда бы не занимался политикой, просто зарабатывал, как многие закружили Назарбаева, миллиарды. Речь о другом. Я хочу реализовать свои идеи и планы. Идеи и планы построить крутую страну, ведущую страну мира. Но я могу ошибаться, в какой-то момент, когда я буду считать, что я строю круто, мои оппоненты могут доказывать, что это всё не так. Тогда существует механизм. Механизм очень простой. Если я не побеждаю со своими программами, на парламентских выборах, значит, у меня плохие программы, значит, я плохой политик, не убедил людей. Так вот, если я как премьер-министр буду плохо работать, и выбор очень простой у парламента, меня просто отправляют в отставку в один день. Нынешняя власть президента невозможна, потому что для того, чтобы его отстранить в власти, нужно три четверти объединённого парламента, Мажелиса и Сената. При этом он назначает депутатов своим указом, сенаторов, назначает фактически членов партии, ну, там формируют сам список, и этот список идёт на выборы, побеждают, они все манипулируем, зависят от него, то есть его невозможно снять. То есть он будет воровать миллиардами, убивать людей, как женой земли, его невозможно отстранить. Так вот, та политическая система, которую я предлагаю, она очень простая. Как только премьер-министры и правительства плохо начинают работать, то парламент собирается и отстраняет премьер-министра за один день. Поэтому моё желание ничего не значит. Это как светофор. Зелёный, жёлтый, красный. Вот у тебя зелёный свет есть, ты едешь, нет зелёного, нарушил, тебя, значит, оштрафовали, задержали. Вот в чём суть политической системы. Поэтому вопрос моего желания это вообще историчный. Я строю политическую систему. Я могу с вами согласиться, когда такая политическая система работает. Но даже такую политическую систему будут выполнять люди. Вот эти люди, они привыкли договариваться с администрациями, с властями, давать взятки. Как вы считаете, удастся нам изжить эту проблему? За счёт чего вы рассчитываете изжить эту проблему среди людей? Вот я простой пример приведу. У нас есть много определённых групп людей, которые любят подраться, нарушить правила, когда известные там есть люди, типа Усенова, сколько там их не наказывает, он всё равно там нарушает правила. И таких у нас людей много. Вот когда они приезжают в европейскую страну, они ведут себя правильно. На светофорах останавливаются, не дерутся, не ругаются. Почему? Потому что они сразу попадут в тюрьму или попадут под какие-то виды наказания, которые существуют в той или иной стране, депортируют, ещё что-то. То есть это должен быть механизм, который не позволяет эти плохие качества людям проявлять. Сразу немедленно существует наказание. У нас всё это происходит, потому что закон не работает, потому что у нас законы работают против целой массы народа, или вообще эти законы не работают, по понятию люди живут. Поэтому это делается очень просто. ты когда построишь систему, все люди, которые вчера давали взятки, все люди, которые брали взятки или нарушали закон, эта система будет тормозить, сажать, арестовывать. Она как бездушная машина, просто будет действовать как робот. И это возможно сделать только тогда, когда власть нужно разделить. И так, чтобы у президента вся власть, он хочет, кого милует, наказывает. И таким в области ему подчиняется практически всё. мы должны сделать параллельно эту систему власти, чтобы они друг друга не подчинялись, конкурировали, друг за другом следили. И ещё очень важно, чтобы была независимая пресса, которая следит за каждым человеком, за этими людьми, за чиновниками, заглядывает к ним в спальню, заглядывает их кошелёк, контролирует их. И очень важно, чтобы люди имели возможность выходить на митинги, акции, протеста. А сейчас власть не даёт. И вот когда куча всяких механизмов существует, тогда вырабатывается правило игры и вот этих так называемых взяточников там сбоку заход и так далее всего этого не будет. То есть должно быть правило игры другие внедрены. Вот, собственно, всё. Понятно. Спасибо. У меня такой вопрос. Вообще, ну вот как бы вычерк уникальный в моём понимании. И мне интересно, как вы принимаете решение и какое решение в вашей жизни оказалось самым трудным. Алгоритм принятия решения можете поделиться. на самом деле я сейчас вот не могу объяснить, что я принимаю решение, там как-то вот так вот. Решение приходит мгновенно. и это происходит, я думаю, с каждым человеком, да? Когда это вот, если говорить, на ком ты языке думаешь. Люди заблуждаются, что человек думает на языке. Он не думает, он транслирует. Мыслительный процесс, он происходит быстро, стремительно, и он формирует мыслительный процесс от многих факторов. От образования, там, тренировки, всё прочее. Поэтому я сейчас могу следующим вопросом. Решение приходит ко мне мгновенно. То есть я сразу получаю информацию с головного мозга, что нужно действовать вот так. Трое вопрос, что я потом начинаю сам с собой спорить, анализировать, взвешивать, находить аргументы, но решения у меня всегда существуют мгновенные. А самое трудное решение, которое вы принимали в жизни, можете вспомнить? Знаете, трудные решения, они нельзя ранжировать и классифицировать, они всегда на каждом этапе все сложные по своей сути. И вот. И у меня их трудных решений было много. Каждый раз я сидел, мучился. Я заранее знал, как должно быть, но я себя убеждал, что это решение надо принять. Ну, например, я могу сказать, трудно было для меня решение, но первое, я помню, в начале 90-го года, когда я решил уйти из науки, заниматься бизнесом. И для меня было вообще это мучительно, потому что, да, я тогда жил в Абжирите, где-то за городом, перебивались кое-как, и для меня было трудное решение бросить науку, которую я считал для меня это цель моей жизни, сделать какие-то великие открытия. Я вот так был заточен, скажем так, с детства, что вот у меня должны быть научные изыскания и хуже Эйнштейна. Я вот своей жизни это посвятил. А когда ситуация наступила, что у меня дочь заболела в Аспанелёке, мне нужно было для того, чтобы моя семья выжила, бросить науку, это для меня было мучительное решение, это было очень трудное. Но я его, когда принял, дальше уже ты перескакиваешь в какое-то новое пространство, ты в этом живешь, и дальше уже легко. Ну и второе, например, было трудное решение сесть в тюрьму. Когда я занимался, я политикой решил заняться, уже открыто и публично, и в какой-то момент была ситуация, что я мог балансировать, сидеть на двух-трех стульях и в принципе и в тюрьму не попасть, и все было бы хорошо и так далее. Но эта нечеткость, она противоречила моему внутреннему сознанию. Я как бы расплывался, где-то я был предателем, где-то я был какой-то размытый. И вот, знаете, человек со многими лицами. Я внутри так построен, для меня всегда существует четкость. То есть я когда осознаю, что это правильно, я четко иду в этом направлении. Поэтому я для себя принимал решение, что я открыто выступаю, прекрасно знаю, что сяду в тюрьму. Это было мучительное решение, я мучился, но решение я принял близкое для себя и перешел в другую стадию. И таких решений у меня, наверное, было много трудных. Ну, собственно, эти трудные решения, они привели меня к тому, что я сейчас не живу в Казахстане. Каждый раз я шел по логике, по своим убеждениям. Я понимал, что если я приму другие решения, я потом с этим буду плохо жить, я буду себя не уважать, я себя буду воспринимать как ничтожество. Это фактически приводит к разрушению личности. Но сейчас, как бы мне трудно не было, какие бы я испытания не прошел, сидел в тюрьмах и все прочее, я не могу себе сказать, что ты ничтоженная личность. А в других ситуациях я был бы, наверное, с миллиардами долларов и все прочее, супербогатым и в нашем таком обществе многоликом был бы очень уважаемым, но в реальность. я бы себя считал бы ничтожеством и, наверное, был бы конфликт большой и я бы просто быстрее был, на конце концов. Понимаете? У меня еще вот как раз навеял такой вопрос. Вы прошли трудный путь и у вас было очень много предательств и очень много потерь на пути. Как вы справляетесь с проблемой доверия? Ведь очень сложно, множество раз, получив, скажем так, удар в спину, потом заново научиться доверять людям. Вы это умеете? Знаете, да, это очень сложный вопрос. На самом деле здесь я, наверное, как бы сказать точнее, я осознаю сейчас глубже, что на каждом этапе тебя могут предать. На каждом. Я такую вероятность закладываю, наверное, очень большую, скажем так, минимум 80%. То есть моя жизнь показала, что когда наступают большие трудности, к сожалению, основная масса начинает гнуться, где-то предавать, где-то убегать. Но я, как вот, знаете, в теории вероятности, закладываю вероятность, говорю, ну вот у меня есть команда 100 человек, будем считать, что 80% в какой-то момент согнуться. Но я это понимаю, принимаю и строю предохранительный механизм, чтобы ущерб был нанесен как можно меньше. Потом, понимаете, меня много раз передавали, но каждый раз, когда ты начинаешь что-то новое делать, ты, если хочешь что-то построить, ты должен доверять людям, какие бы они ни были. Может быть, меньше кому-то, кому-то больше. Но должен доверять. Это вот как построить дом. Кто-то первый должен выкопать яму, кто-то должен, если я говорю о строительстве, должен сделать предоплату. Ты ему не сделаешь строительную предоплату, он яму не выкопает или не привезет строительную технику. Поэтому кто-то должен рискнуть проявить элемент доверия. Так и в жизни, в политике. Если ты хочешь что-то делать, а не говорить, как вот я сейчас называю некоторых людей импотентами, потому что он говорит, ой, ничего не получится, да зачем это все, это бесполезно. Это люди, которые никогда ничего не будут делать. Они будут ждать, когда их за волосы потащат или вдруг погода изменится или там мир поменяется и с неба что-то посыпется. Тот класс людей, которые двигают процессы, он всегда должен для себя принять решение, он делает это или нет. А чтобы это делать, всегда должен быть элемент доверия. Поэтому, как бы меня не придавали, мое то самое качество, как мне часто говорят, что я доверчивый, я не доверчивый, я должен доверять людям, если я хочу что-то делать кому-то больше, кому-то меньше, раскладывать это доверие потом вертикально и делать какие-то дела. Понимаете? Поэтому это доверие во мне невозможно убить, потому что если это будет убито, тогда я пророчусь импотента, который вообще никогда ничего не будет делать, будет стоять на месте и боряться всего и всех. в том числе и все. Замечательно. Мне очень понравилось. А как вы считаете, раз уж у нас дело коснулось эмоций, какое чувство человеческое вы считаете самым сильным? Ну, самое сильное качество, мне кажется, это любовь, потому что любовь двигает все. На любви строится доверие, на любви строится семья, на любви строятся отношения, на любви строится государство. Любовь, это вообще, она проникает во все, когда говорят патриотизм, любовь к родине, любовь к противоположному полу. То есть это любовь, самое сильное чувство, на этом строится абсолютно все, без любви ничего не двигается. Ну, вы человек большого, наверное, чувства, раз вы умудряетесь такие вещи двигать по отношению к Казахстану. Я хочу сказать, что я вас это очень уважаю. И тогда такой вопрос короткий, а какое чувство вы считаете самым бессмысленным? Ну, мне трудно сказать, какое самое бессмысленное. Ну, например, мне кажется, бессмысленно, наверное, быть разрушителем. В разрушительстве нет никакого смысла. То, что не строит, то, что не развивает, то, что не двигает мир, это является бессмысленным. Ну, скажем так, настолько ёмкое слово, это нужно отдельно, наверное, думать. Я сейчас однозначно вам не скажу. Я вообще вот очень много слежу за вами, естественно, наблюдаю все прямые эфиры и так далее. И вот мне иногда интересно, есть вопросы, на которые вы не знаете ответы? Ну, это из сферы науки, наверное. Как вот был период, когда они знали, что Америка существует, тем не менее мир существовал. Если говорить о моих убеждениях, я, наверное, их нет. Я могу ответить на все, потому что я над всем думал. Нет ни одного вопроса, над которым я, наверное, не думал. Над всем. Потому что я думал, самое главное, откуда это складывается, ты думаешь над смыслом жизни. То есть ты, когда как человек себя осознаешь, мыслишь, ты думаешь над смыслом жизни, и потом на него нанизываются все ответы, и ты фактически на все отвечаешь. Вот. Исходя из того, что я сейчас услышала, пардон, перебью. А можно ли сказать, что Аблядер знает, в чем смысл жизни? Ну да, я знаю. Это у каждого человека свой смысл жизни. Свой вы уже знаете. Это отлично. Свой я знаю, да. Ну вот, хорошо. Тогда у меня есть еще вопрос, заготовлен он, тоже из прошлой жизни. Когда похитили вашу семью, где вы были? Можете бы вот описать, ну то состояние немножко хочется коснуться этого вопроса, хотя я понимаю, что он очень весеный. Что вы чувствовали в тот момент, как мужчина, как отец семейства? Знаете, я, когда мою семью захватили и мне рассказывали, как это произошло, я думал, что это вот что-то из серии фантастики. Это было какое-то безумие. Я просто не мог поверить, потому что это происходило в европейской стране. Это происходило в Италии, одной из ведущих стран. Поэтому, когда я слышал, как это происходило, как они там ломали окна, со всех сторон врывались, при этом это было неясно, что это полиция, и один из них вот так вот рукой взял и говорил, я мафия. Это было что-то такое невероятное, я в это не мог поверить. И первые три дня они же были, моя семья и супруга были в Риме, поэтому я был убежден, что сейчас разберутся. И все самые сильные чувства я испытывал, когда они летели в воздухе, уже в самолете, и мы пытались этот самолет развернуть, выходили на прокуратуру Вены, общались с прокурором Вены, моя дочь общалась. И именно этот момент, конечно, у меня самые сильные чувства, то есть там было все, и ярость, и отчаяние, вот все, что у человека может быть, существовать. Вот. Ну, наверное, я скажу, что если бы о ней, я как-то писал по этому поводу, если бы режим Назарбаева не выдал бы, вернул обратно мою семью, то, наверное, много всякого могло случиться уже для них плохого, да? Вот. То есть человек, когда трогает самое сокровенное и близкое, он становится просто, очень, скажем, все эти чувства начинают жестко проявляться. Это было самое трудное для меня время. В связи с этим сразу вопрос возникает. Вас очень часто обвиняют в том, что вы мстите Назарбаеву. И когда я иногда слышу ваше интервью, я слышу, да, что даже, ну, некоторую неодержимость, какое-то другое должно быть слово, но я чувствую вот что-то личное в ваших словах. Что на самом деле вот есть, вот какие чувства есть, не по отношению к Назарбаеву, а по отношению к тому, что он сделал для вас, для вашей семьи, с вами, с вашей семьей? Понимаете, скажем, все те, кто меня знают, они знают, что я очень последовательный и очень организованный. Если я какую-то цель ставлю, то я к ней иду последовательно, организованно, очень тщательно продумываем. И Назарбаев это тоже очень хорошо знает, и поэтому его страх понятен. Страх Карима Васимова, нынешнего представителя Комитета национальной безопасности, понятен, потому что они мне все лично очень хорошо знают и знают, что я очень последовательный. Эту последовательность можно воспринять как мстительность, потому что они прекрасно знают, какой они ущерб нанесли, разрушили не только просто мои бизнес-планы, какие-то идеи, они разрушили жизни людей, сотни людей, которые так или иначе со мной были связаны, работали, посадили моего друга, близкого Мухтара Джашев, с которым я дружу 17 лет, у него сейчас критическое состояние здоровья, они вот говорят, что вот там мы его проверяем, смотрим, лечим и так далее, к нему не допускают людей. И, конечно, это лично, наверное, звучит, но здесь, мне кажется, лично звучит от моей последовательности, потому что что бы я ни писал, что бы я ни делал, я говорю одно, этот режим должен пасть, мы его должны сменить. И лицом этого режима является Султан Назарбаев. Если бы это была какая-то там конгломерация, сотни людей, то моя энергия была распределена между этими стами людьми. Если бы это была просто политическая система, в которой незримые были бы сотни тысяч людей, то объектом моей атаки была бы политическая система. Тогда бы стали говорить, что я мщу политической системы. Нет, в основе моя последовательность. Теперь, если говорить о мести, любая борьба, а борьба идет сейчас не шуточная, я говорил, что когда кто-то меня обвиняет, что я где-то нахожусь на Западе, в безопасности, эти люди или тролли, или глупые люди. Почему? Потому что моя жизнь, это любой здравый человек понимает, находится наибольшей опасности, потому что этот режим убивает людей в любой точке мира. И это только моя способность, умение защищаться привело к тому, что долгие годы этот режим пытается это сделать и не может этого добиться. Ну и если говорить о борьбе, то любая борьба наносит личный характер. Ну, где вы вышли? Возьмем элемент борьбы. Вышел человек на борьбу, танцуй, вышел, там улыбается, нет, он вкладывает свою силу, где-то ярость, и вот эта сила, она проявляется, мы говорим, например, в боксе, молодец Гена Головкин, да, он проявляет волю, сильную силу, личные качества и так далее, все абсолютно. В политической борьбе должно происходить то же самое. И потом, Назарбаев совершил сотни тысяч преступлений против страны, против народа, против конкретных людей. А что, разве у нас отсутствует справедливость, и нет понятия преступления, и за преступлением должно быть возмездие. Возмездие должно быть, почему возмездие должно быть? Чтобы этого не было, чтобы мы двигались в правильном направлении, есть преступление, есть наказание. Поэтому, когда я говорю о мести, это просто моя последовательная позиция, что этот человек, построивший эту преступную систему, который превратил целый народ в рабов, который создал мафиозную систему, и почти за 30 лет разоротил целый народ, и мы говорим сейчас, как это поднимать, он должен понести возмездие, мы его должны наказать, чтобы ни один будущий президент никогда этого не повторил, не делал, только тогда мы построим нормальную, сильную, крутую страну. В этом смысле это личная борьба, борьба против системы, борьба личная против Назарбаева, и мы должны его наказать. Это возмездие. Вы можете назвать эту местью, это справедливость. Спасибо. А вот в контексте вашей последовательности и вот цели полагания, существует ли возможность того, что Аблязов откажется от своей цели, скажем так, от главной цели свержения режима Назарбаева и смены политического строя в Казахстане? Есть один способ заставить меня оказаться, ликвидировать меня физически. Я себе этот вопрос задавал. Когда я находился в карцере, это первый раз, когда я попал в тюрьму в Казахстане в 2002 году в декабре, меня разместили в карцер, там было 10 градусов мороза, и каждый день ко мне приходили убеждать, договориться с властью. Каждый день. И я, конечно, отказывался, но я, понимаете, я был на голодовке, я 14 суток голодал. Я знал, что преследует моих работников по бизнесу, я знал, что моя семья испытывает огромные сложности и страдания. Я сам испытывал страдания, и нужно было себе ответить, ради чего ты все это делаешь. И был момент, когда я эти 14 суток голодаю, я себе ответил на вопрос. Я ответил, что нет, это мой путь. Я к этому пришел мучительно, общаясь с некими лучшими силами, может быть, даже так я себе скажу, да. Я себе нашел ответ на этот вопрос, и с тех пор моя жизнь последовательная. Я ни разу не свернул с этого пути с 2002 года. 16 лет уже прошло, я четко знаю, что единственное все, что может меня остановить, это только смерть. Больше ничто. Кстати, в контексте прозвучавшего у вас ответа, у меня тоже есть вопрос, когда очень страшно или вы впадаете в отчаяние, обычно люди обращаются к Богу и читают молитвы. Я знаю, что вы атеист, а как вы поступаете, когда невозможно прочесть молитву, как вы поступаете в таких случаях? Вот я всегда испытываю затруднения. Знаете, молитвы я не читаю, но был период, и не один, когда я общался, ну, можно там на современной языке говорить, что общался с высшими силами. На самом деле, я концентрировался, я общался с неким собеседником, который мог ответить на мой вопрос или на мои вопросы, я их задавал, я как бы получал ответы. Был период, когда я сидел в карцере, и я себе эти вопросы задавал, я вопрошал, спрашивал, почему я здесь, почему я должен идти этим путем, и должен я ли этим путем идти. И вот, собственно, это мучительное обсуждение шло, я получил ответ, что это мой путь, я был с этим согласен. Понимаете, это не молитвы, это вот общение с высшими силами, они у всех по-разному, кто-то молится, кто-то читает молитвы, у меня это по-другому звучит и выглядит, но это не обязательно вера прямого, того самого Бога, который основная масса людей верит. Я имел свой опыт общения, и в критической ситуации у меня это возникает. У меня было это в 10-м году, у меня это было во 2-м году, несколько ситуаций критических было, когда я общался с этими высшими силами, и это мне помогало. Раз уж мы коснулись этой темы нелёгкой и глубокой, можно вот коротко ваше отношение к религии, как это будет в том государстве, которое хочет построить оплят? Вообще религия и вера это выбор человека, почему он верит и так далее, это у всех наверное разный ответ. Кто-то принял для себя вот слепо верит, поэтому мы эту веру не можем отнимать и в демократическом государстве называется вероисповеданием веры человека, это не должно быть элементом какого-то ограждения, принуждения, преследования. Я уже в своих выступлениях говорю, что каждый верующий человек должен быть защищен, государство не может дискриминировать и преследовать этих людей, они должны обладать такими же правами, как любые другие, мы должны построить право государства. Единственное ограничение это свод законов, которым мы должны следовать все абсолютно и не должно быть исключения. Соответственно, те, кто верует, они такие же граждане, будь ли это мусульмане или людей и так далее, это право человека, понимаете? И то, что сейчас режим преследует людей, я знаю очень многих людей просто относится к тем или иным течениям, традиционным, нетрадиционным, все это ерунда. Что значит традиционное, что значит нетрадиционное? Вчера летать ракетами было или сегодня еще нетрадиционно, через какое-то время это становится традицией, или ездить на машинах сотни лет назад было нетрадиционно, отдельные люди ездили, а сейчас ездят все, стало традиционным. Поэтому традиционно, нетрадиционно верит человек или нет и это его право и мы не должны преследовать говорить вот это вот вера нетрадиционная поэтому мы должны запретить ну давайте тогда и машины сделаем нетрадиционные или самолеты нетрадиционные и все это вера человека мы не можем ограничивать людей и не должны спасибо еще такой вопрос ну вот это уже немножко в другую тему вы очень хорошо знаете назарбаева знаете его семью хотелось бы узнать какое у назарбаева самое слабое качество и в то же время хочется понять сильные как у человека есть я считаю что у него сильных качеств нет это слабый человек если бы он был сильный если бы у него были сильные качества то он не боялся бы сильных людей не боялся конкуренции не боялся бы высказываний соответственно была бы свобода слова была бы свобода средств массовой информации и люди могли бы свободно высказывать мнение ничего не боясь если человек во главе государства преследует людей за высказывание преследует средства массовой информации за критику преследует политиков, не дает политикам работать, не дает возможность регистрировать политическую организацию. Слабый человек. Это самый главный признак, очень простой. Слабый человек, он чемпион среди слабых. Поэтому мы когда говорим о слабом человеке, говорить о его сильных качествах смешно. Потому что он слабый среди импотентов, среди слабых. И говорить, что он сильнее среди импотентов, это вообще не серьезно. Это слабый и ничтожный человек. И показатель наше государство. По всем показателям мы стоим за 100, основным показателем. При этом плохой Советский Союз, а я убежден, что Советский Союз был плохой, один из самых кровавых режимов, который миллионы человек похоронил, и половина казах уничтожила лагеря по всей стране. Это была такая же система, как и у Гитлера, фашистская. Понимаете? Миллионы человек было уничтожено. Кто бы меня не критиковал, кто бы мне не рассказывал про Советский Союз, сказки, я прекрасно помню эти магазины пустые, как нас с 14 лет гоняли на хлопок, я помню, как меня там с 9 лет мы резали лук, из 12 месяцев мы 6 месяцев проводили на полях, все прочее, я это все помню. Мне это важно. Важно, что там, в Советском Союзе, человек ничего не значил. Это был винтик. Понимаете? И вот в этот Советский Союз, плохой Советский Союз, оставил достаточно неплохую промышленность. Пусть отсталую, пусть она некомплиентна была по сравнению с ведущими странами мира, она что-то производила. И вот он получил в наследство эту промышленность, он ее угробил, сам лично обогатился. И что сделал со страной? Советский Союз все равно был основным показателем, ну, державой, да? И эта часть Советского Союза, Казахстан, превратил нищую страну, имея нефть, газ, металлургии, любую промышленность, зерно и все прочее. Значит, кто он? Сильный человек не мог сделать слабую страну, сильную страну слабой. Он ее превратил, развалил, сделал слабой страной по всем основным показателям. Почему? Потому что он слабый человек. Понимаете? Поэтому рассуждать о его сильной качестве я не могу. Я говорю, это трусливый, слабый человек, у которого нет сильной качества. И только то, что этот потенциал Советский Союз остался, потенциал у страны, есть природные ресурсы, были относительно грамотные люди, это позволило как-то выжить. На самом деле мы находимся все время в опасной ситуации. Мир уходит вперед. В 80-е годы Китай был слабее, чем наша страна. Стояли китайцы на границе даже с деревянными ружьями, потому что у них не было нормального оружия. Эта страна за 20 лет вторая по объему торговли стала в мире. Ну, пока сейчас жизнь она в серединке все равно. Но тем не менее, вторая в мире. А мы, имея перевес относительно Китая, упали вниз. Наступит время, когда все соседние страны будут уходить вверх, а мы будем падать вниз. Мы разваливаемся, как государство. Это не может делать сильный человек. Это слабый человек. Понимаете? Поэтому нет у него сильной качества. Спасибо. Такой вопрос. Раз уж о завинтовке заговорили. Недавно был эфир по военной теме, о реформах военных. И вы там произнесли комментарий, который очень многих взбудоражил, о том, что Карим Масимов постарается устранить Доригу и сама Табиша и занять этот пост. То есть занять пост президента каким-то силовым маневром, хитростью и так далее. Немножко это выглядело как провокация. Вообще, насколько вероятен такой сценарий? Можно на нем еще раз остановиться? Знаете, на самом деле ситуация такая. Я просто, если проанализирую пример соседних стран, Узбекистана или Туркмении, наиболее показательность, скажем, для нашей страны, в авторитарной системе, когда власть принадлежит одному человеку, наступает момент, когда он неожиданно умирает по разным причинам, или уже, скажем, человек преклонного возраста, и эта ситуация назревает. Ну, в частности, было в Узбекистане. Каримов думал, вот, передать власть своей дочери. Потом у него случился конфликт с ней. И он думал, там еще какое-то время прожил, и как-то он власть передаст все равно тем людям, которые в ее понимании были близкими, а скорее всего, это родственники. Но смерть ему случилась неожиданно. В итоге что получилось? Тот человек, который обладает реальной властью, Мерзияев, он пришел к власти. Гульнарова посадил Каримова в тюрьму, у второй дочери там основной бизнес отобрал, всех задвинул. И сейчас это новый авторитарный лидер, который изображает из себя, что вот он проводит реформу. Понимаете? И власть семьи Каримовых уничтожена, богатство будет отобрана. И в этом смысле второй пример – это Туркмения, когда министр здравоохранения, вот, близкий человек, потому что следил за его здоровьем Туркмен Баши, он договорился с начальником службы безопасности, пришел к власти, а потом этот начальник службы безопасности посадил в тюрьму. И всех тех, кто его привел к власти, тоже посадил в тюрьму. Выживает сильнейший в этой авторитарной системе. Вот, собственно, если говорить о Назарбаеве и его окружении, его члены семьи, они фейки. Фейки в каком смысле? Они слабые, они все время на халяву все получали. Ну, Дайгу Назарбаеву я знаю с 20 лет, лично знаю, очень хорошо. Человек, никогда ничего лично не добивавшись, все за счет папы. Папа ее завел там на Хабар, подарил им 49 процентов, бюджет вливал деньги, они на рынке эти деньги не зарабатывали, добивали свои карманы, потом он ее туда переводил, сюда приводил, своего зятя назначал бывшего там врача, финансовую полицию и так далее. Они все, что называется, дарили. Эти люди никогда сами ничего не добивались. Возьмем Карима. Да, Карим слабый, но он сильный среди слабых. Это человек, которого Тимур Кулебаев затащил, взять Назарбаева. Он выживал, выплывал, стил, подлаживался, помогал. Но я его лично хорошо знаю. Он как экономист нулевый, как управленец нулевый. Но вокруг нас, чтобы быть сильным, надо, чтобы остальные еще были ниже нуля. Поэтому он сильный среди слабых и сильнее, чем Дарига или там Саматабиш, который вообще никто не знает, только фотографии его видят. И когда ордена ему там очередные генеральские звания дают. Ну вот представьте, что остается делать Кариму? Карим должен выживать, потому что история авторитарных стран показывает, что все те, кто обладали большим влиянием, они уничтожаются. Это было в Туркмении, это и происходит в Узбекистане, это во всех авторитарных странах. Поэтому Карим с точки зрения самовыживания понимает, у него нет шансов. Придет Дарига, она его все равно уничтожит, все равно его уберет. Потом окружение, которое сформирует нового Дарига, скажет, давайте мы отберем его богатство, давайте мы его посадим в тюрьму. У него неизбежный процесс. Поэтому, чтобы выжить, ему нужно власть захватить. Это сама система так порождает. Не потому, что Карим такой коварный, плохой и так далее, на него всякие ярлыки навешивают. Он так в жизни вроде милый парень. Но система приводит к тому, что этот милый парень начинает скоро, как тигр, зубки показывать, а скал свой проявлять, и вести себя как хищник. Понимаете? Эта система заставляет человека стать таким. Поэтому, именно поэтому Карим победит. Он обладает реальными рычагами власти. Это я еще в 2010 году говорил, когда он находился в Лондоне. У него наибольший шанс, наибольший шанс прийти в классе, потому что ни Дарига, ни самоотапевши, ближайшие розыгры, не способны управлять, не способны бороться. А если даже их назначат, они не способны удержать. Мы их очень быстро выгоним. Очень быстро. Чем раньше придут в власти родственники Назарбаева, тем нам лучше, мы их быстрее выгоним. Интересно. Тогда вот, ну, хорошо, тут у нас как бы уже не очень много времени осталось, и хочется задать один из острых вопросов, который блуждает в интернете, везде, в сети, в связи с делом Токмади. Там есть, с моей точки зрения, одно слабое звено. Вы много раз говорили о том, что произошло в тот день на охоте, и тогда, ну, в смысле, не в тот день на охоте, а отвечали на обвинения властей. И хотелось бы понять, людей больше всего смущает, что вы поддерживаете версию случайного убийства, случайного выстрела. Вот это людей больше всего смущает. Хотелось бы вот на этом как бы сконцентрироваться, потому что на всё остальное, насколько я понимаю, в сети есть ответы. Понимаете, я не обладаю даром предвидения, и говорить, что это, я поддерживаю ту или иную версию, это, наверное, неправильно. Я просто озвучиваю фактаж. Фактаж заключается в следующем, что я не знаю Токмадин, никогда его в глаза не видел, не встречался. И вот, скажем, его признание через 14 лет под пытками я могу легко разрушить. Вот очень просто, вот так же, как мы с вами сейчас разговариваем, я предлагаю прямой эфир. В центральном телевидении вся страна смотрит. Я сижу тоже перед экраном. Я буду задавать вопросы, и на эти вопросы Токмадин пусть ответит. И вот через 5 минут он посыпется немедленно, потому что это будет ложь, потому что в это время я жил в Москве, и вот та история, которая рассказывается, она просто не выдержит никаких аргументов. Посыпется в течение 5 минут. И власти это знают. Поэтому мне дали какого-то искусственного фальшивого адвоката, который даже мне ни разу не позвонил, не вышел на мой Фейсбук, Телеграм. Меня найти легко. Меня находят журналисты всего мира, а тот адвокат, предоставленный государству, мне ни разу не позвонил. Это о чем говорит? Это заказанный процесс. Это первое. Второе. Ну, представьте себе, зачем человеку, получив якобы 4 миллиона долларов, самому садиться в машину, самому ловить момент, притом его случайно позвали на охоту, он не собирался, и при этом впереди сидит охранник, сзади есть машина с охранниками, публично, открыто расстреливают человека. Это даже не идиотом нужно быть, я не знаю, это вообще нужно быть сумасшедшим, в любом смысле слова, да? Для того, чтобы человека убить, ну, зависимости от ранга, и за 4 миллиона долларов, наверное, там можно всю правительство перебить. Жизнь человеческая стоит максимум 100 тысяч долларов, наверное. Это еще нужно профессиональным кидерам. Зачем Токмади богатым человеком заниматься, да? А потом, у них была версия в начале, которую они, следователи, начали на ходу переделывать, что, оказывается, Аблязов списал кредит Токмади. Оказывается, деньги Алмаш Алабаева переводила Токмади. На что я очень просто сказал, покажите, что я списал кредит. Банк был международный, там постоянно проводится международный аудит. Баланс открытый, там невозможно подделать. Покажите мне документы, что моя супруга Алма Шалабаева переводила деньги. Они картинки так показали по телевизору, и все. И после этого версия Алмаш Алабаева пропала, 4 миллиона долларов пропала, начали появляться байки, что я, как бы, кто-то неизвестный лиц и пропустил 2 миллиона долларов. Понимаете? Все пронизывается ложью от начала до конца. С точки зрения мотивации человека, который получил кредит, был другом, который никогда меня в глаза не видел, мотивация, ложь. Теперь выходит его брат, Еркан Таччев. Он у меня в компании 17 лет работал. Я его учил бизнесу, учил, как работать. Человек состоялся как бизнесмен именно потому, что я его обучал. Ну, кто с улицы 17-летний сразу попадет помощником напрямую к руководителю большой группы. Только по просьбе Еркан Таччева, который попросил меня, пожалуйста, научи моего брата, как он работает. Я его 17 лет обучал. Он учился, работал в моем московском банке, работал у меня. Отправил я его работать в другие проекты. Все, что он делал, потому что я его ввел. Этот мальчик, я знаю, почему он сейчас так говорит, почему он предал, а он предал. Предал, потому что я знаю, что у него сейчас состоял, он вошел в список миллиардеров, Forbes, и у него сейчас бизнес приносит где-то 150 миллионов долларов в год. Что он хочет сделать? Он хочет, чтобы ему дали спокойно работать, зарабатывать миллиарды долларов, и при этом быть другом этой политической системы. Где он был в предыдущие годы? Почему он годы провел со мной? Почему он в банке моем был, когда я был представитель, который был моим первым замом? Ходил со мной, все вопросы решал, ордена со мной получал, фотографировался, гордился и через 14 лет начал говорить о моем коварстве и все прочее. Это очень мелко и подло, поэтому я даже не хочу это комментировать, понимаете? Я по поводу такмадей всех мотивов в своем первом посте написал в июне 2017 года, когда этих обвинений еще не было, когда вообще меня ничего не инкриминировали, я сразу написал, потому что из недоркомитета национальной безопасности я получил информацию, что это идея политической верхушки Назарбаева и Карима Масимова обвинить меня еще и в убийствах. Ну, хорошо, обвиняли в мошенничестве, ну, что-то там у них получилось, я все это начал ломать, включая, получил французские решения, вышел сюда, это у них начало валиться, разрушаться, и они решили теперь меня сделать убийцей. Убийцей, вот, используя коварство, и дальше, теперь, оказывается, я экстремист. В 12-м году они меня пытались обвинить, что я террорист, что якобы я в переходах взорвал бомбы или хотел взорвать. Поэтому это все политические обвинения пустые. Я готов, если режим хочет доказать, открытый судебный процесс, даже не судебный процесс, пусть включают все каналы, телевизионные, пусть страна вся смотрит. Я отвечу на все обвинения, и все их обвинения посыпятся прямо за 5 минут. Понимаете, а что за обвинения, в которых нет ничего? Поэтому это позорное обвинение, которое сама себя этим власть дискретирует, но не меня. Спасибо. У меня осталось два вопроса. Один вопрос, такой мой личный, скажем так, эмоциональный, наверное, этот вопрос. Я себе все время представляю такой кошмар, что вот ДВК накачивает, не то, что накачивает ситуацию, а ситуация все больше обостряется, и ДВК больше разъясняет о состоянии режима, о том, как будет меняться политический строй и о том, что может быть, к какому политическому строе мы можем прийти, как мы можем жить и так далее. Соответственно, наша аудитория, и даже далеко за рамками этой аудитории, общество готовится к переменам. То есть сегодня реально можно констатировать, что наше общество готовится к переменам и готовится это делать своими руками. И вот где-то созреет ситуация неожиданная, скажем так, спонтанная, где-то там возникнут волнения спонтанные, и люди выйдут на улицу и, скажем так, однажды утром вы проснётесь где-нибудь у себя во Франции и услышите новости из Казахстана, что там в Алма-Ате уже заняли бастующий Акимат и там, скажем, полицию и так далее, и какие-нибудь блогеры купленные стоят на трибуне и провозглашают какую-нибудь свою конституцию, обманывают людей. Вот я такую ситуацию, честно говоря, лично я переживаю, что не, скажем так, не отреагируем на какую-то ситуацию, которая будет внутри Казахстана в связи с тем, что вы за рубежом. Я в эти сценарии не верю. Я вам здесь уже как человек, наверное, и как организатор, менеджер, и как человек науки объясню, почему. Потому что ничего вот такого не может произойти, когда вот раз, вот сотни тысяч людей вышли, и вот нашёлся хаос, и вышли какие-то блогеры. Ну, вы посмотрите, даже выйти шарами 21-22 марта люди боялись. Казалось бы, да, нет в законе никаких ограничений. Они шарики ставили, лица закрывали. Но только 2 апреля уже люди начали открыто двигаться. И следующие акции будет всё больше и больше людей, которые будут действовать уже более открыто. При этом мы разрабатываем такие акции, которые не позволяют власти найти причину предъявить какие-то обвинения, закрыть их там хоть на 3 часа в участок. То есть мы не даём шансов власти на такие действия. И вот представьте, что когда люди вот созревают поэтапно, медленно, постепенно, вы начинаете транслировать какие-то фантастические версии, что раз, и все миллионы людей собрались, и тут начался хаос, и какие-то блогеры вылезли. Нет, этого не будет. Почему? Потому что мы строим организацию по всей стране. Вообще, я вам так скажу, да, еще ни в одной стране мира не было такой уникальной ситуации. Уникальность заключается в том, что мы готовим полномасштабный процесс, продуманный от начала до конца. Дело в том, что даже любые страны возьмешь, где-то все это происходило, и смена режимов. Да, шли исторические процессы, да, накапливалась масса недовольства, но всегда присутствовала тайная сила, которая организовывала процесс сопротивления. Польше это была солидарность. Это просто организация, которая поддерживала церковь, а не католическая страна, сильная, верующая. Все время шла борьба, именно был стерпен солидарность в каждой стране, но никто из них так глубоко не продумывал как мы. Мы говорим, на стороне народа должно быть не менее миллиона человек, раз. Второе, чтобы не было хаоса о том, что вы говорите, должна быть построена система, система ячеек, организаторы, которые будут управлять этим процессом. Поэтому, когда вы говорите, выйдут сотни тысяч, если выйдут, то выйдут наши люди, потому что нет в стране политической силы, которая бы двигалась, организовывалась, нет никого, кроме демократического выбора Казахстана, который строит ячейки, есть план миссии. Эти ячейки должны управлять протестными массами. Если завтра люди выйдут, эти люди выйдут в ДВКшенке, не какие-либо, наши. Дальше. Мы говорим о том, что полиция будет стрелять, военные перейдут на сторону режима. Что мы делаем? Мы говорим, полиция должна перейти на сторону вместе с военными. Для этого мы озвучиваем свои программы экономические, политические. Мы показываем их место в этой системе. Поэтому через какое-то время мы добьемся, чтобы и полиция, и военная были на стороне демократического выбора Казахстана. в Польше нет ни одной политической силы, которая сумела бы организовать людей, чтобы люди вышли. Люди сами по себе не выйдут. Люди выйдут тогда, когда есть идеи. Даже если недовольство есть какое-то, он сам по себе всплеск не может произойти. Мы его организовываем. Поэтому это фантастические вещи. Дальше. Вы говорите о неких блогерах. Ну, во-первых, все эти блогеры прикормлены власти. Они могут рядаться, бегать в этих торговых центрах, изображать, что они там на стороне народа, но они все прикормлены властью. Власть их используют, и мы все это прекрасно знаем. Они все, по сути, трусливые. Они сговоры с режимом. Люди, которые трусливые, сговоры с режимом, они занимают или позицию на стороне режима, или выжидательные трусливые. Никогда они не смогут выйти, стать героями. Никогда. Нет у них таких качеств. Эти качества есть только у нашей организации, потому что мы все этим занимаемся. Поэтому этой политической идеей не будет. Будет, если это что-то будет, это все процессы будут связаны с нашей организацией, потому что в стране нет другой политической силы. Это было не печально, нет другой политической силы. Все остальные выигрыши режима, его подставные структуры, которые изображают и не борются, и они не делают главные, они не оппонируют режиму. Все оппонируют режиму, все, кто заигрывает с режимом, они никогда не способны на того, чтобы добиться смены режима. отлично, спасибо. Конечно, глупый вопрос, наверное, я задала, но тем не менее. И вот последний вопрос, тоже, видимо, из глупых. По поводу вашего внешнего имиджа. Очень часто меня задают вопрос мои знакомые, друзья, почему Облязов не работает над своим политическим имиджем, медийным имиджем, почему не работает, скажем так, называя ваши ролики и прочие выступления «Говорящая голова», да? И спрашивают еще такой вопрос, почему вы ему не подскажете, что не надо размахивать руками в кадре. Вот такой вопрос напоследок, если можно ответить. если говорить на свои медийные имиджи, мне все-таки уже скоро будет 55 лет, если бы у меня было, ну, я не знаю, 30-35 лет, я был бы молодым политиком, и тогда, да, действительно, я считаю, мне нужно было выстраивать свой медийный имидж, позиционироваться, ну, собственно, как Макрон во Франции, 39 лет пришел в классе, он фактически в политике-то не был, ему пришлось выстраивать эту свою внешность, объяснять, чего он хочет, привлечь вот эти современные социальные сети, и молодежь его поддержала, как вот такого нового современного лидера, или вот Тридов, как в Канаде, тоже он молодой премьер-министр. Я считаю, что в этом смысле мне проще, у меня есть за плечами много всякого, ну, если, конечно, слушать власть, там много налет на грязи, грязи, но если просто почитать сухую слотку, я жил в Советском Союзе, был научным работником, начал с нуля делать бизнес, реформы в энергетике, правительстве, оппозиция, тюрьмы, бизнес, снова тюрьмы, моя последовательность, то есть моя жизнь, ее просто читаешь, и вот я считаю, что вот она все на одной странице можно просто прочитать, и вот тебе что называется медийная внешность, это любой нормальный человек, который прочитает, он все поймет, понимаете, поэтому я не хочу говорить о своих прошлых заслугах, все прочее, она читается, открыто и публично можно прочитать, понимаете, когда система, или вот нынешний, скажем, режим, называют, говорит, что он украл, ответ простой, я сам у себя украл, или мне покажите одного пострадавшего, вот просто покажите, никто не покажет, понятие, что люди с этим легко разбираются, теперь если говорить о будущем, так называемое о медийности, о моем позиционировании, мне тоже очень легко, потому что за мной много успехов, я добивался успехов с нуля, добивался до года, даже вышел из тюрьмы, когда у меня все отобрали, я уехал в Россию, мне удалось стать крупным бизнесменом не только Казахстана, но и России, это достаточно крупная экономика, 10 раз превышающая размер Казахстана, поэтому, понимаете, мне легче, у меня за спиной всегда есть результаты моего труда, я сейчас могу поговорить о будущем, когда я говорю о будущем, и говорю, что мы построим крутую страну, я не ориентируюсь, я не обманываю никого, не говорю, что через 4 года мы станем как в Америке или как в Дубае по показателям, нет, я беру показатели прибалтийских государств, Латвии или Тридентонии, и говорю, что мы вместе с ними отделились от Советского Союза, у них нет никаких ресурсов, я вам, как опытный экономист и бизнесмен, говорю, что мы за 4 года их догоним, теперь я беру средние страны, как Польша и Чехия, и говорю, мы по многим показателям приблизимся, нет, мы их не догоним, не станем за 4 года таким же, но мы по многим показателям, пенсии, зарплаты и другие какие-то показатели приблизимся, я говорю реальные вещи, если кто-то будет сомневаться, у меня за ключами есть многолетняя деятельность, как в политике, как в бизнесе, понимаете, мне очень сложно опланировать, потому что я говорю реальные вещи, реальные цифры, и я предлагаю опланировать правительству всем полным составом во главе с Назарбаем, и говорю, выйдите и скажите, что каждая моя цифра вами ставится под сомнение, убедите, понимаете, поэтому мне не нужно позиционироваться и рисовать искусственный какой-то образ, образ уже есть, это реальность, мне 55 лет, берешь 20 лет назад, отматываешь, и вот эта жизнь моя просто подтверждает все, что я говорю, в этом смысле мне лечит. Теперь вот вопрос насчет то, что я рукой. Часто скажем так, Машу, да? Да, есть, я говорю. Знаете как, на самом деле это часть меня, часть моих эмоций, мне часто говорят, пожалуйста, когда вы говорите какие-то трагичные случаи, пожалуйста, вы не улыбайтесь, да? У меня была ситуация в зоне, это в державнике для особо опасных преступников, когда меня пытали, все прочее, я был весь вообще избитый. Я все время часто улыбался, и начальник зоны меня задача наговорит, ну ты почему улыбаешься? Все время улыбаешься, ты, говорит, меня раздражает. А я ему говорю, а что тебя это раздражает, что улыбаться, ты еще допомнишь преступлением? Он говорит, нет. Понимаешь? Я, говорит, думай о себе, я говорю, в смысле? Ну если ты улыбаешься в таком плохом месте, где мы вас пытаем, значит тебе хорошо, значит мы недоработали, значит я плохо работаю, так он мне объяснил. Вот. Ну это как бы вроде шутка, на самом деле улыбка или вот этот жест, это часть меня, который добавляет и объясняет то, что я хочу донести. Это как бы я от этого не избавлюсь, я, конечно, стараюсь, когда меня критикуют, меньше пахать руками, но это просто часть меня, понимаете, они усиливают, передают энергию, поэтому мне с этим сложно бороться. Спасибо большое за это интервью, было очень интересно, я думаю, надеюсь, что было интересно нашим зрителям. И я надеюсь, что вы мне дадите еще интервью в будущем. Спасибо, обязательно, конечно. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания.